Продолжение следует... Как, там, с первого раза, вот, я там, у меня точки не совпали, я там, пассажиру не то сказал, меня заблокировали. Как оказалось, люди, обращаясь за помощью, банально врут. Ну, потому что, ну, нифига не так. За исключением одного человека, это Алексей, который мне написал на электронную почту, он сказал, что он был полгода в блоке. Но раз он был полгода в блоке, значит, не первый раз его блокировали, и действительно, как бы, по нему таких особых-то претензий нет, но разблокировать все равно не получится. А остальные, ну, реально врут. Ну, вот просто вот ты обращаешься и врешь. Мало того, у меня сегодня уже переполнен почтовый ящик, и я продолжу эту рубрику. И, может быть, мне попадутся люди, которые действительно не соврали, и которых удастся там разблокировать. Все, теперь поехали, второй повод. Вчера на канале Такси Прикол вышел забавный ролик о том, как Яндекс заботится о нашей безопасности. И мне хотелось бы сегодня об этом немножко поговорить. Первое, о чем, значит, говорит Прикол, это технология мониторинга скорости и манеры вождения. То есть она приучает водителя ездить в рамках скоростного режима, там, не лихачить, соблюдать дистанцию и так далее и того подобное. Потому что в таксометре, ну, это же обычный телефон, правильно, как правило, есть акселерометр. И этот акселерометр отслеживает перемещение машины, разгон, ускорение, а плюс текущая скорость сравнивается с той скоростью, которая есть на знаках ограничения скорости. И, соответственно, нанесенная на карту. И Прикол выдает это как технологию, которая, ну, прям здорово позволяет, значит, повысить безопасность поездок. Так, я что хочу сказать, с момента, когда я стал работать в такси, я раньше ездил как сумасшедший, у меня средняя скорость по городу, там, 80-90 км в час, это было нормой. Но потому что я ездил, там, чисто по своим делам, для себя у меня было все ровно. Вот. Но с тех пор, как я устроился работать в такси, так уж получилось в моей жизни, я и сам по себе перестал лихачить. Я понимаю, конечно, что Яндекс прям тщательно следит за водителями, лишь бы те там не превышали скоростной режим, резко не перестраивались и так далее, и тому подобное. Но нормальный водитель, он и так не будет гонять, он и так не будет резко перестраиваться, по нескольким причинам сразу. Почему конкретно я езжу аккуратно? Да потому что это банально выгодно. Я за одну поездку могу по городу, по-нашему, под две камеры подставиться, превышение от 20 до 40, и это будет даже со скидкой два раза по 250 рублей. И что, я заплачу 500 рублей за поездку, которую мне пассажир, значит, оплатил там в размере 150-200 рублей? То есть я в минус его отвезу, да? Нафиг мне это нужно? Плюс нормальные водители не лихачат там по причине того, что, не знаю, пассажиру страшно, он сидит, крестится, а потом, блядь, ставит кол. Ну то есть я понимаю, крутая технология, современная, супер, все, все здорово, все. Тщательно следить за водилами, но за нормальными водилами не надо следить. Нормальный водила никогда не будет превышать скорость, потому что он попадет на камеру. Он никогда не будет резко разгоняться и тормозить, потому что дорого выйдет потом менять колодки в два раза чаще, чем обычно. Он там не будет бить пассажира головой об стойку в поворотах, да, входя туда на ручнике, потому что пассажир нажалуется, упадет рейтинг, и мы получим все то, что мы получили вот в предыдущем ролике. То есть классная технология, но для нормальных водителей она не нужна. Следующее. Биометрия. Значит, он рассказывает про то, как биометрическая идентификация позволяет защитить аккаунт от взлома. То есть такие внезапные проверки, значит, они хороши тем, что аккаунт защищен от взлома. На самом деле Яндекс здесь заботится о себе, то есть о сервисе, не о водителе, которому там могут взломать аккаунт. Или, например, водитель устроился в таксопарк Арарат, к примеру, да, поработал там некоторое время, вот. А потом обнаружил, что он находится на линии где-то там в Кукуево, потому что парк Арарат давно продал его данные. Да, теперь эта технология позволит таким образом аккаунты больше не воровать. Но нужна эта технология прежде всего Яндексу самому, чтобы у него в сервисе работали водилы, которые, ну, более-менее похожи там на свою фотографию в паспорте. Потому что чуть что случись, например, там попал в ДТП вместе с пассажиром, таксист сбежал, и ищи его, свищи потом по левому аккаунту. Это первое. Второе. Ну да, мой аккаунт прекрасно теперь защищен от взлома, но, да, теперь внезапная проверка в процессе выполнения заказов. Классно! Ты едешь, вдруг хоба, и он решил тебя проверить. Если ты какой-нибудь там Ваня ездишь по документам Васи, то, конечно, ты эту проверку не пройдешь. Но если я Ваня, как говорится, езжу по своим документам, и мне такая приходит проверка, она, знаете ли, не всегда удобна, потому что она действительно внезапная. Если включена кнопка «Домой» и приходит проверка «Фотоконтроль лица», так называемого, да, то ты прошел фотоконтроль лица, и кнопка «Домой» у тебя сгорела. Па-да-ба-да-бам! Вот такая вот внезапность, которая до конца не допилена. Ну да, да, аккаунт позволяет защитить от взлома, и действительно, по вашим данным, вряд ли теперь кто-то где-то поездит. Так, следующее, что он говорит? Центр безопасности, да, кнопка «Конфликт» и кнопка 112. То есть это фишка, которая работает и в Твери в том числе, хотя изначально предполагалась там только в Москве. Значит, как это работает? Ты нажимаешь кнопку «Конфликт», причем я ловил лулзы по поводу того, что она, есть эта кнопка даже в тарифах «Доставка», когда у тебя лежит какой-нибудь сверток в машине или там букет цветов, и есть кнопка «Конфликт». Вот, но тем не менее, да, кнопка «Конфликт» — это две функции сразу. Первое — это запись аудио из салона для того, чтобы служба поддержки при разборе конфликтной ситуации могла более объективно оценить, что же в машине происходило. Так вот, я бы, честно говоря, добавил функцию записи не только аудио, но и видео, потому что некоторые пассажиры, извиняюсь, молча могут наносить удары водителю, а могут, например, кричать и наносить удары, а потом будут говорить, что они «да, они просто кричали, удары не наносили», то есть и видео было бы еще неплохо записать. Ну да ладно, аудио записывается и отсылается на сервер Яндекса для того, чтобы потом служба поддержки эту информацию использовала. И вот тут-то самое главное — а пускай действительно служба поддержки эту информацию использует, потому что зачастую служба поддержки становится на сторону пассажира, вообще не рассматривая никаких аргументов. Нет, я посылал записи с видеорегистратора в Яндекс в конфликтных ситуациях, это было там пару лет назад. И да, их тогда рассматривали, это неудобно. Ну теперь вот хотя бы аудио будет через таксометр. Ладно, бог с ним. Вторая фишка — это вызов по кнопке 112. То есть ты нажимаешь, и твой телефон звонит на номер 112, и ты так радостно сообщаешь сотрудникам полиции или каких-нибудь других экстренных служб о том, что же у тебя произошло. Для тех, кто хоть раз звонил по кнопке 112 в экстренные службы, не будет секретом, что тебя там расспросят фамилию, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место прописки, место проживания. Потом спросят, что случилось. И только потом спросят, а где вы находитесь. И когда ты скажешь, я, например, там в таком-то районе города такого-то, они скажут, хорошо, переключаю вас на такой-то территориальный, значит, райотдел, где ты будешь заново рассказывать, как тебя зовут, где ты прописан, так далее, что случилось. То есть вот это все занимает несколько минут. Если вы звонили хоть раз по 112, несколько минут, получается, что эта кнопка абсолютно бесполезна, потому что все происходит на громкой связи. И пока ты рассказываешь ментам о том, что же у тебя произошло, человек, который до тебя докопался, он давно уже сбежит. Понимаешь, он не будет сидеть и до конца слушать, а потом ждать, пока приедет полиция. Ну, то есть вызвать полицию по этой кнопке, ну, можно, но она уже никого не застанет. Человек, который там до вас докопался, он уже свалит. Ну и, разумеется, никто его искать не будет. Теперь следующее. Шифрование номеров. О, это известная тема, да. Когда наутро тебе звонит, блин, пьяный еще, еще не, даже где-то, не пытавшийся протрезветь пассажира и говорит, что он у тебя вчера там что-то в машине забыл. Вот. Это работало так, потому что всегда есть номер водителя. Вот прямо открытый номер водителя. Теперь, наконец-то, Яндекс сделал шифрование номеров. Абсолютно классная вещь. Прям шикарная. Я тоже хочу, чтобы мне не мог позвонить пассажир после того, как заказ завершен или отменен. Ни за что, чтобы пассажир не знал моего номера телефона. Пускай через коммутатор, через всякую фигню звонят. И только когда заказ активен. Все, больше потом нет. Пусть звонит в Яндекс, пусть звонит в таксопар, куда угодно там пытается решить свои вопросы, но меня, чтобы больше не беспокоил. Знаете, какой маленький нюанс? Да потому что в Твери до сих пор каждый второй заказ это прямой номер телефона. По крайней мере, я нажимаю в приложении кнопку «Позвонить», для того, чтобы проверить, какой там номер телефона. И там только каждый второй заказ указан произвольный номер телефона и добавочный, а так прямые номера. Возможно, у пассажиров точно так же прямые номера. То есть, если уж сделали, сделайте, чтобы это работало везде. Теперь, самая вишенка на торте. Это у нас страхование жизни и здоровья. Да, вот про что еще он говорил. Значит, страхование жизни и здоровья, груза, посылки там и прочие фигни на случай, если что-то произойдет в процессе поездки. Речь вот о чем. Пассажир и водитель на время поездки застрахованы компанией Яндекс.Таксис через какую-то, видимо, там, страховую компанию аж на целых там 2 миллиона рублей. Они выплачиваются в случае гибели. То есть, сломать руку и попросить миллион, конечно, не получится. Но самый-то корень проблемы в чем? Страхование работает только, когда вы едете с пассажиром. Только в этом случае. То есть, когда вы взяли пассажира и нажали кнопку в пути, вот с этого момента работает страхование. Страхование не работает, когда вы едете до пассажира. Ну и, соответственно, не работает, когда вы пассажира выгрузили. Ну ладно, это хотя бы логично. Но когда вы едете до пассажира, страхование не работает. Вы застрахованы только, если пассажир вот сел, и вы нажали кнопку в пути. Для чего это Яндексу? Ну, конечно, для того, чтобы водители не отменяли заказы. Потому что, если ты заказ отменил, то, естественно, ну, никакого страхования ты не получишь, если куда-нибудь влепишься. Но, еще, что хотелось бы сказать. Ну, допустим, допустим, есть действительно страхование. Оно работает, когда я везу пассажира. Но застрахуйте не только жизнь, здоровье. Пускай это будет полноценное автострахование. Пускай на это время будет застрахованный автомобиль тоже. Я бы, например, не отказался. Потому что, если ты куда-нибудь влетишь с пассажиром, то ничего ты не получишь за поврежденный автомобиль. Вот в чем фишка. Чем это отличается от нормального автострахования? Ты ничего не получишь за свой поврежденный автомобиль. Могут заплатить тому, в кого ты влетел. Заплатят. Могут заплатить там пассажиру, который пострадал. Фу-фу, не дай бог. Или тебе самому. Но автомобиль твой уже не вернуть. Потому что это туда в страховку не включено. И ты, конечно, избежишь больших трат, как выплата пассажиру на лечение. Но работать ты будешь в следующий раз на арендованном автомобиле, если этот был твой. Либо, если ты был арендованный, то еще не факт, что в каком-нибудь другом парке тебе аренду дадут. Потому что машине хана, и ты, соответственно, будешь за эту машину платить из своих средств. Ну, хоть не сядешь. Слава богу, если не сможешь расплатиться с пассажиром. В общем, резюмируя, что я хочу сказать-то? Я хочу сказать следующее. Все вот эти фишки, которые там Яндекс преподносит, как технологии, улучшающие, скажем так, безопасность поездок в такси, на самом деле рассчитаны, я даже не знаю на кого. Ну, потому что нормальный водитель и так будет аккуратен, осторожен и... Сирены какие-то водят. Вот. И не будет допускать каких-то там нарушений правил дорожного движения, не будет агрессивно ездить, потому что это невыгодно. Поездки стоят настолько мало, да, что несоизмеримы со штрафами, которые повышают каждый, каждый божий, не знаю, месяц, наверное, наши законотворцы. Говорю, на одних штрафах, просто проехавшись по маршруту, не обращая внимания на знаки, ты разоришься. Сколько бы не стоила поездка, даже если она дорогая, даже если она по тарифу комфорт плюс, иной раз камеры могут сожрать всю стоимость этой поездки. Чего уж говорить про эконом. Короче, хотел было уже поехать побомбить, включил таксометр. Ну, короче, сегодня нельзя заняться картографией, да, потому что мокрое и пасмурно. Когда мокрое и пасмурно, ну, типа нельзя. Можно только в сухую, теплую погоду. Говорю, совпало. Вот я по поводу вчерашнего ролика прикола, да, говорил. Включая таксометр, мне приходит предложение, заманчивое, получить 2 балла приоритета, значит, на целых 10 дней. Для того, чтобы больше получать заказов, а нужно для этого пройти обучение. Я сначала, ну, подумал, что какие нахер 2 балла, блядь, да еще всего на 10 дней за обучение. Но решил посмотреть, что за обучение. Короче, показали 2 мультика, и по результатам этих мультиков опросы. Я сейчас вот, я сейчас расскажу. Короче, рассказывают, они в мультиках, что, во-первых, машина должна быть исправна, дворники должны работать, тормоза в порядке, там давление в шинах нормальное, индикаторы, значит, я скриншоты сейчас, индикаторы, там, стеклоочистители, ремни, короче, все должно быть в порядке. Вот. На кого это рассчитано? Ну, то есть нормальный водитель, он, собственно говоря, и так это все проверяет. Вот. Ну, по крайней мере, шины, давление в шинах, ну, визуально проверяют, понятно, что никто манометром не тыкает, то есть у тебя колесо пустое, ну, когда ты поедешь. Вот. То есть это рассчитано на водителей, которые вообще что ли не понимают, как пользоваться автомобилем. Ладно. Дальше. Рассказывают, что 80% водителей погибает из-за непристегнутых пассажиров на заднем сиденье. Ну, кто не смотрел ролики на ютубе по поводу, там, пассивной безопасности, ну, тем, может быть, и не в курсе. А так понятно, что если тебе с заднего сиденья прилетит 100-килограммовый пассажир при ударе, да, он и подголовник сломает, и тебе шею свернет. Значит, тут же рассказано, как ни странно, про то, что таксометром щемит за водителями, за превышением скорости следит. Значит, что если ты превышаешь скорость, риск попасть в аварию в 6 раз возрастает. Что дети до 7 лет должны ездить в детских креслах. А то, блядь, мы не знаем, что дети должны ездить в детских креслах. Рассказывают про размер страховки до 2 миллионов рублей. Короче, все вот это, значит, запихнуто в этот ролик. Нельзя передавать свой аккаунт посторонним, потому что вам, типа, придется возвращать долги, вам придется платить. А кто в здравом уме свой аккаунт кому-то передаст. Я понимаю, кто-то может левыми аккаунтами пользоваться. Ну, свой-то аккаунт кому-то передашь. Ты же не будешь настолько идиот. Короче, и по прошествии вот этих всех роликов предлагают ответить на тесты, на вопросы. И там спрашивают вот все то, что вот было сейчас в роликах, плюс немножко здравого смысла. Значит, что такое мониторинг вождения, как Яндекс узнает об агрессивном вождении, да? Ну, то есть, понятно, что, блядь, по телефону. Как он еще узнает? У него же в машине там маячка не стоит. В телефоне акселерометр, блядь. Ну, элементарный ответ. Или там, за что пользователь может снизить оценку или оставить негативный отзыв? Выберите все подходящие ответы. За разговор водителя по телефону во время поездки? За переписку водителя в мессенджерах во время поездки? За просмотр водителем фото или видео во время поездки? Ты такое поставил на панель и щемишь. Ну, короче, на эти вопросы ответить это дело 5 минут. Дольше мультики смотреть. В общем, 2 балла приоритета. Если кому-то важно, это просто халява. Эти вот приоритет, халява, получить можно за... Там, потратив 5 минут. Там, на 10 дней. Не знаю, надо попробовать. Ну, вернее, как бы я уже прошел. Посмотрим, насколько это скажется. Привет. 2 балла приоритета. Просто халява. Вот. Ну, то есть, ответить на, там, десяток вопросов и, посмотрев перед этим 5 минут мультиков, ну, это, наверное, самые простые 2 балла приоритета, которые можно получить. Ну, по крайней мере, я, например, не пошел получать ради 2 баллов, там, эти, как их там, термопакеты и медкнижку, о которых там у прикола как раз бомбило, да, что, типа, когда он там рекламировал тариф эти, доставка и курьер. Вот. Ну, тут, ну, 5 минут и все. Ламп, посмотрим, сейчас я пойду покатаю, посмотрим, насколько они скажутся. Ну, честно говоря, не знаю. У меня вот, говорю, 11 баллов и всего в Твери, возможно, 21. То есть, у меня теперь будет целых 13. Не знаю. Я точно буду, там, чуть ниже уровня обклеенного чувака на арендованной машине. Вот. Ну, ну и то хлеб. Как бы, не так сложно их получить. Ладно, короче, на этом у меня все. Не дайте себя обмануть. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok